Всю неделю мы наблюдали за тем, как нефтетрейдеры придерживались бычьей стратегии, то есть ставили на рост цен на нефть. Замедляющиеся темпы восстановления китайской экономики, крупнейшие импортеры энергоресурсов, не смогли сменить этот настрой. Но вот вчерашние новости об инфляции в Соединенных Штатах, похоже, все-таки дали старт продажам. Хотя текущий откат можно рассматривать также и как фиксацию прибыли, что считается вполне себе обычным делом для конца недели. Трейдеры предпочитают уходить на выходные, закрывая прибыльные сделки. Итак, на графиках мы видим, как нефтяные котировки подобрались к отметке 88 долларов за баррель, но удержать восходящее движение не смогли. В целом, это сугубо техническая картина, когда после заметного роста неизбежно происходит небольшая корректировка. И данный откат никак не отменяет саму тенденцию на рост стоимости черного золота. Основополагающие факторы, способствовавшие росту цен, никуда не девались, так что после небольшой передышки нефть продолжит поступательное движение в направлении 90 долларов за баррель. В таком сценарии прорыв района взаимодействия торговых сил может стать реальным событием в ближайшей перспективе. К тому же, вчера ОПЕК плюс опубликовал свои прогнозы спроса на нефть, в соответствии с которыми в 2024 году ожидается усиление потребления энергоресурсов на 2,25 барреля в сутки. Конечно, такая информация должна усиливать рост цен на нефть. Золото уже вплотную подобралось к отметке в 1910 долларов за тройскую унцию, тем самым продолжая поступательное снижение до уровня в 1900 долларов за унцию. Фьючерсы на золото в период торговой недели теряют в стоимости практически 1,5%, и последние данные по инфляции в США явно указывают на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Так что вполне можно уже говорить, что до конца года американский регулятор может и не ограничиться всего лишь одним повышением. Так что золото не просто достигнет отметки в 1900 долларов за унцию, но даже может уйти несколько ниже. Ситуация же по рублю никак не поменялась. Доллар продолжает двигаться к отметке в 100 рублей, с той лишь разницей, что динамика движения резко замедлилась, и что явно указывает на исчерпание потенциала ослабления рубля. Тем не менее, исключительно с технической точки зрения рынок практически наверняка тронет психологический уровень в 100 рублей, и произойдет это, видимо, уже в середине будущей недели. После этого начнется разворот и продолжительное укрепление рубля. Так как никаких фундаментальных причин для ослабления рубля нет. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайся на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!